Я поехала по делам Так Вчера дочка принесла креветки тигровые Вот И это полтора килограмма Вот так вот Я боюсь их много брать Потому что иногда мне очень они не нравятся Они бывают такие Ну короче Вот честно сказать Вот эти норвин, которые отваренные Уже в коробочках Ой какая красота Обязательно фотку надо сделать Норвин в коробочках Которые уже готовые Они мне не нравятся Не с соусом С соусом я не пробовала А вот те которые В панцире Ну вот И Как-то мама мне покупала Тоже мне не понравились Короче Они часто с невкусным вкусом Для меня лично Ну и я дочке говорю Ты мне много не бери Потому что я Ну я ей не говорила Почему Я говорю просто много не бери Во-первых я не хотела Чтобы она тащила много Она себе два кило брала Я еще две филешки себе попросила Чтоб не ходить в магазин Ну чтобы она мне купила Короче не хочу Чтоб она много тащила Она одна была в магазине Вот Ну и короче Вечером сварила Себе и виталинки я Боже какие они вкусные Там практически нет Вот этой знаете Жилы Какашечной На спине Они чистенькие Тугое вкусное Сладкое мясо Короче очень вкусное По 300 гривен килограмм Фозе Я Мне надо ехать Вообще-то дальше На Петровку У меня конечно Вообще не в тему было идти Но Пойду и буду с ними носиться Жду 6 вечера Потому что Потом их вечером просто не будет Их и сейчас уже в принципе Может не быть Ну сейчас поеду Вот Короче поеду сейчас Сишо возьму Еще Вечер На разок покушать Нам надо на раз Где-то полтора кило Полтора Два Килограмма Вот Муж вчера просто не захотел Он говорит Оставь себе Ну короче Я Там осталась в холодильнике Ну получается Мужу сварю Виталинка захочет Короче Надо еще Дилемма Иду Думаю Идти сейчас На тридцатку Чтобы подъехать Одну остановку Либо пешком До Петровки Приехала В свой любимый район Девочки Тут уже запах другой Такой приятный запах Я вышла с маршрутки Класс Иду сейчас смотреть По делам Аренду идут смотреть Вот И мне позвонили за работу Предложили еще одну работу Я сейчас думаю Не знаю что делать Такая работа нелегкая Скажем так Ну зарплата Не очень высокая Ну есть свои преимущества Тоже в этом Вот Короче буду думать Наверное на днях Завтра После завтра Съезжу к ним И посмотрю Что там сейчас и как Вот Количество работы И буду думать Ну давай Начинаю Так Таранка нам пришла С Алиэкспресса Да? Угу Обалденный чехол Очень пенал Внутри С внутренностью Таранка Короче Пришло все Где-то Наверное За неделю Да? Угу Может полторы Еще чехлы Я жду Ну чехлы Это у Веронички Такая рыба Классные Классная Классная Оуу рыба конечно вообще стоит сколько не помнишь 70 листущим разве зачем настоящая таранка карасик да это карасик 2 поскольку карасику это третьего вас не клей сюда накрывать интересно что-то черепушечка да у нас у нее сережки есть одна сережка с кафой да ну сережка и кафа там и одна просто сережка и черные они они с чем эти крестиками она в пару заказала вот такой вот черепу к тем сережкам не заказала потому что у меня она потерялась какая-то которая именно просто крестом мальчик с карасиком ходим мальчик с карасиком ходит он это в него ложат спиналку она откроет вот она пришла вот она не приходила она обиделась потому что мама тоже расставляет это просто за такие кролички то есть тоже как можно одну такую девать сережку одну такую они не потёртую чуть-чуть или потертую трошечки вот видишь и размер хороших слушай сломалась до афигеть все сейчас пойдем возвращать деньги ну и мы соберем конечно но деньги мы сейчас вернем и тут чуть-чуть потертость если сейчас тоже сфоткаю но это я надеюсь нормально я задела я полу все и вот такой заказ солишечки это сейчас мы сделаем откроем спор делаем возврат ждать напрасно не будет rapidly двадцать Слышите, мастер-бога. Я, девочки, заболела очень сильно, но очень заболела. Ночью, все ночи, тревога была в Шахебе. Я, боже, думала, я умру. У меня сын заболел пару дней назад. Сначала девочка, у него что-то ей плохо было, потом на один день только штурчик два дня мучился, тоже боли в животе, рвота, температура 38. Тебе повезло, его на УЗИ сделали в зиму. Вот такая воспаленная желчная. То есть что-то было непонятно. То ли отравление мы думали, то ли что. Теперь я понимаю, что из-за какой-то вирус капанули. У меня вчера приехала с УЗИ. Началась тошнота сначала, потом мутило у меня расстройство в воду и в туалет ходила. Температура 37,6-37,8. Ниже, то выше проезжать. Холодно было, тело все болит. Всю ночь у меня лилась вода в желчь. Я вообще болею без температуры, я вообще не болею никакими такими. Хорошо мучилась всю ночь. Еще и женские эти дела. Все вместе. Всю ночь бегала туда-сюда. Тошнота у меня. Но я не рвала. Слава Богу. Потому что для меня рвать это вообще конец света. Я потом просто умираю и соберу. Короче, я не знаю, что там. Мама моя вчера мне блендер мой вернула и сказала, что это такая корона новая. Что-то короновежь такую. Я вчера зашла, почитала этот флирт, по-моему, да, корона новая. Там для них нету признаков. Ой. Короче, у меня очень плохо. Я, ну, боли в желте режащие. Тут посредине у сына точно такое уже было. Ну, то есть я теперь понимаю, что это не отравление, а что у нас у всех одинаковые симптомы. не знаю, нигде информации я не нашла, что коронавирус с такими симптомами. Может, это либо ротовирус, либо какой-то это, не знаю, фильмов. Я выгляжу ужасно сейчас лежу. Я горечь во рту. Суши пить я много не могу. Ну, пью только боржону и чай, ромашка, фенфель. Все. Я заболела. И стала трошки лучше. Я даже поела чуть-чуть овсянку, поела. Вот. Так. Получила посылочку, ела. Сейчас я вам открою и покажу. Смотрите, как прикольно открывается, открывается, открывается коробочка. Так. На 478 гривен заказ у меня. Со Львова посылка пришла. Интересно. И вот эта вся посылочка. Так. Что же я заказала? Заказала я вот такую масочку лимонную. Ну, вот корейскую, по-моему. Да. Вот такой заказала спрей для волос. И знаю, я вбивала... Неужели это тоже Корея? Вы знаете, я поверну там совсем корейском. Сейчас попробую прочитать. Ну, нет. 48 наш с тех пор. Просто увидела иероглифы. По-моему, это наш производитель Украина. Сейчас. Рубник. Товариство. Финди Альянс. Красы Украины. Киевская область. Бучанский район. Так. Любимая Буча изготавливает. Бучанский район. Так. Вот такой вот спрей. Не знаю. Я хотела заказать термозащиту. Потому что у меня уже заканчивается. И мне выдала этот спрей. Он, я так поняла, не прямое назначение как термозащита. Но написали, что он защищает волосы при сушке. Короче, на него были просто очень шикарные отзывы. Я его взяла попробовать себе. Даже если не как термозащита, то просто как спрей. Потом взяла вот такой очищающий кожу головы. Это у нас маска, которая очищает кожу головы. Тоже были шикарные отзывы. Я взяла попробовать. Вот. Это Лидор. Всем известный. Биоаква. Заказала вот такую сыворотку. Не знаю. Мне кое-что из Биоаква нравится. Вот. Некоторая продукция ихная. Сыворотка была 35 гривен по скидке. И я решила, почему бы и нет. Да. Возьму, попробую. Были очень много хороших отзывов на нее. Единственное, что было написано, что она как водичка. Ну, ничего. Вот. И что еще у меня здесь. Ага. Вот эту купила я такой кремчик. Бальзам. Который не смываем и для кончиков. Тоже массил. Это, по-моему, тоже Корея. Взяла попробовать. Маленький он. Вот. И взяла кремчик под глаза. Вот такой коллагеновый. Вот. Кремчик Мизон фирмы. Вот. Ну, такие. Такой заказик небольшой. Почти на 500 гривен. Нечего видеть. Если честно. Ну, я лежу, конечно, капец. Только что сегодня душ приняла. Слава Богу. Вот. И. Ну, где-то к часу дня у меня была температура сильно. На 33 градуса. Потом 35 градусов. И потом у меня слабость была. Потом на 35 градусов я уже кушать захотела. Сделала себе овсянку простую. Чуть-чуть сладкую. Сейчас покажу какую. Я на днях не знаю, как чувствовала. Ну, как раз сын заболел. Я думала, он будет кушать. Вот такую. Видите? Классичная. Она чуть-чуть сладкая. Это, кстати, от премия. В Козе покупала. Вот. Захотела кушать. Съела эту овсянку. И потом захотела бургер. Потому что лежал кусочек бургера на столе. Сейчас примерно рвать хочется. И я себе сделала вот так вот. Смотрите. Ну, типа без верхней булки. Поняли? Просто вот котлета и сыр. И я вот половинку только съела и не доела. Мне вообще не зашло. Сейчас я лежала. Я захотела кушать. Сначала я захотела бульон куриный. Я вспомнила, что я ножки на днях. В Фозе купила я домашние курочки. Голени. Вот. И хочу бульон себе сварить. Но я еще захотела пюреху с селедкой и с луком. Мне прям пахнет, знаете. Но сейчас, когда начинаю об этом думать, о пюрешке. Понимаешь, мне не хочется ее. Вернее, пюрешку хочется. Я боюсь, что от лука мне будет плохо. Короче, я с пюрешкой и с луком еще не селедкой не знаю. Не определилась. Но бульончик сейчас себе сварю с курочкой. Без всякой заправки. Просто картошечка. Лучок туда. И морковочка. И все. Просто курочка. И потом зелень добавлю. Такой жидкий бульончик хочу. Успела постирать подстилки собачьи. И сейчас еще брошу одну. Я две постирала собачьи и одну. Одно полотенце. Сейчас еще брошу одну. Подстилку стирать. Вот. И опять у меня слабость. Опять у меня болит голова. Плохо себя чувствует. Температура то поднимается у меня, то падает. Короче, очень слабость. Сильная. Бульон сварю. Потому что, не знаю, может придется работать. Заставлять его варить бульон. Во-вторых, ждать. Пока он придет с работы. А я хочу кушать. Ох. Буду сейчас. Поставлю все быстро. Закину в кастрюлю сразу. И пойду лягу. Сил нету. Кстати, попробую вот это масло. Этот бальзам. Бальзам мне понравился для волос. Я не фенила волосы. Я просто помыла голову. Сделала кондиционер на волосы. Вот. И помазала вот этот севый кондиционер. Несмываемый масел. Который. Вот. Лицо сделала. Этот. Крем под глаза новый. Намазала. Мизон. Сыворотку. Просто кремчик. Ничего. Просто потому что очень сушит кожу. Я в туалет ходила с желчью. И видимо. Я знаю, что у кого печень больная. У них очень сушит кожу. Чешется тело. Я уже думаю. Блин. Может у нас Боткина. Может у нас гепатит какой-то хапанули. Я вообще не знаю, что происходит. Сейчас лягу. Попытаюсь вам в ложек выставить. Надеюсь. У меня там есть какая-то информация для вас отснятая. Ох. Все. Сейчас пошла ларить бунем. Вот. Это tornar недостаток? Поехали. Поехали. Какой маленький пакует bit. Тут.